На календаре уже другая половая костричника, але на дворе нарисовцы кормов по культ сприяя. Причем, коли кукурузу на этой мете у агрокомбинации Паудневы практически уже убрали, работы с отличными культурами протягиваются. По великому рахунку, эта спроба сделать рацион живел максимально сбалансованным. Задача тем больше реальная, что все лета практически у всех кормовой культуры доброй якости. Начиная с весны, с многолетних трав шли дожди, теплая погода была, хорошие урожаи были. И кукуруза, и кормовые, 40 вопросов, что мы усевали, в принципе, достаточно благоприятного года. Можно сказать, что и урожайность хорошая, и качество хорошее. Практично треть кормов у агрокомбинации Паудневы нарисована по прогрессивной технологии с выкористанием полимерной пленки. Это позволяет полностью заховывать якость кормов на протягу как минимум полтора годов. Для поравнания усилостных ямах страты достигают 10%. У господарства это лечить великой лечбой и працуют над ее изменчением. Хоть еще несколько десятилетий тому весной у вогли заставалось доброе, как две трети нарктованного. А про это больше уваги сейчас надается вакористанию культур, которые ранее лечились экзотичными. Годы четыре тому назву сорга на гумчине ведали в основном только ученые. Сегодня она – добрый додаток до кукурузы, до того, что практически не потребовальная до климатичных умов. По сей вовне месяца убираем мы в октябре. Данная культура еще зеленая, содержит много каротина, а также много содержится сахаров. И от этого есть отдача производства продукции животноводства. Правда, сами ученые однозначных рекомендаций по вакористане сорга по кульне дают. Их гатунку настолько шмат, что еще потребны додатковые доследования, какие из них наибольше подходят до наших территорий. Сегодня первого года дается сорга суданскому гибриду. Одночасово ученые ведут доследования по инших культурах, которые можно будет уключать у кормовый рацион живел. Есть еще такие культуры, которые в настоящий момент малоизвестны. Это чумиза, это магар. Это тоже культуры, которые позволяют получать по 500 сантиметров за гектар, и в ближайшей перспективе можно их использовать. Единственная проблема – это семена. Но институт земледелия работает над этим вопросом. Сегодня у широкого господа Гомельской области планируют створить полуторагодовый запас кормов. Зараз, для этого есть все передумовы, реализация этих планов позволит не только выполненно отчувать себя как минимум до осени наступного года, але и напрямую повплывая на эффективность живелого годовли, особенно, когда кормы будут как много больше тонны и сбалансованы. Сегодня среднесуточная надуя на корову у агрокомбинате Павдневы складают 18 килограммов. Погоду повинно терматься больше 6 тонн. Это, видимо, высокий выник для поровнания. В былом Советском Союзе звание Героя социалистической працы могли присвоить и за 4 тонны. Олег Синчуров, Вадирий Гопанько, телерадо, компания Гомель.